Мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы уже успели побывать в США, в Калифорнии, Сан-Диего успели побывать. Где мы сейчас не успели побывать? В Узбекистане мы сегодня успели побывать. Ну, настало время поговорить с кем-то из нашего родного города Ростов-на-Дону. Ну, а с кем мы можем поговорить, как не с человеком, который олицетворяет хорошее настроение в нашем городе? Это солист, лидер кавер-группы «Френч» Сергей Квашин. Сергей, вы нас слышите? Ребята, здравствуйте. Я даже вижу себя у вас на телевизоре. Серега, доброго тебе утра. Вспоминаем с ностальгией те времена, когда вы всем составом приходили к нам сюда в студию. Мы невероятно зажигали, отрывались, танцевали. Но сейчас мы подстраиваемся под новые обстоятельства. И теперь у нас все тусовки по скайпу. Мы скоро вернемся, клянусь. В конце года точно будем у вас. Сергей, ну, Сереж, ну расскажи, пожалуйста, как сейчас ивент-индустрия переживает эти непростые, мягко говоря, времена? Ну, ивент-индустрия пока решила пару месяцев посидеть дома. Вот я за неделю научился играть на гитаре, есть свои плюсы, кушаем. Уже маска не налазит на лицо, пока что снялся. Вот. В целом ждем, что, надеемся, что к лету все уже отпустит, и мы вновь будем спокойно пить, выступать и радовать людей. Если нет, мы дождемся до сентября. Мы послушные. Мы очень рады, что у вас такая гражданская позиция. Кстати, Сережа, по поводу вот того, что маска не налезет на лицо, это вполне вероятно, потому что я знаю, что на карантине ты занимаешься кулинарией, ты выпекаешь булочки. Я подписана на тебя в социальных сетях. Вчера ты пек булочки Синабон. Скажи, пожалуйста, ты планируешь уйти, может быть, теперь в этот бизнес? А я с детства готовить люблю, поэтому хоть булочки Синабон, хоть плов, хоть шашлык, что угодно. Мужики лучшие, к сожалению, повара. Прекрасно. Сергей, мы тут прослышали, опять же, как прослышали, вы сами поделились этим на своей странице в Инстаграме, одной замечательной музыкальной композиции, которую вы, можно сказать, придумали, ну вот, здесь и сейчас, исходя из того, что сейчас происходит во всем мире, и в частности, в России, в нашем регионе. Что это за песня такая? И как она родилась? Это песня, мотив песни группы «Сектор Газа». Только теперь не демобилизация, а самоизоляция. Вот, отлично. Друзья написали слова, а я решил напеть ее и выложить все. Сергей, но мы не можем не попросить вас исполнить-то эту песню прямо сейчас для всех зрителей утреннего телеканала Ростовской области. Сергей Квашин и песня «Самоизоляция». Только не забывайте, что я на гитаре только научился играть, только неделя. По планете вирус мчится, опустили все столицы, даже в рисах никого. Началась жизнь на диване, без похода, в рестораны, самоизоляция. А-а-а! Началась жизнь на диване, без похода, в рестораны, самоизоляция. Все сидим на удаленке, рядом с ноут, там иконки, но зато и плюсы есть. Началась жизнь без федлайна, и начальник от печальных самоизоляция. А-а-а! Началась жизнь без федлайна, и начальник от печальных самоизоляция. Тут немножко лирики. Все музеи стали близки, и бесплатные подписки, даже доступ... Ну там тут нельзя. Жена смахнёт слезу рукою, ты смахнёшь своей рукою процесс оптимизации. И, разумеется, вы хотите о том, о том, о чём вы уже ждёте, когда же это закончится, и что же будет дальше? Всё закончится когда-то, будем этому мы рады, победим мы сей ковид. Останутся лишь тонны гречки, антисептики в аптечке, самоизоляция. А-а-а! Останутся лишь тонны гречки, антисептики в аптечке, самоизоляция. Всё будет хорошо, ребят. Браво! Серёжа, спасибо тебе огромное. Ты знаешь, все мы прекрасно понимаем, что когда-нибудь это всё закончится, но некоторым людям всё-таки не хватает вот этого оптимизма, который есть у тебя. Я очень тебя сейчас прошу, подружески, поделись с людьми каким-то советом, поддержи. Скажи что-нибудь такое, чтобы они прямо вот у них крылья прямо за спиной сейчас расправились. Так это даже не нужно поддерживать. Люди просто должны понять, что я уже много лет работал, у меня не хватало времени ни на семью, ничего. А сейчас я смотрю, как у меня растёт ребёнок. Я очень много провожу времени с женой, с детьми. И понимаю, что это прекрасно, и что нужно, к сожалению, на месяц-два отпуски периодически делать даже без всяких болезней. Это очень классно, люди. Просто поймите, что нужно. Это супер. Как я уже говорила, не можешь изменить ситуацию, измени своё отношение к ней. С нами на связи из своего дома самоизолированного был Сергей Квашин, солист группы «Френч», которая покорила уже не одну сцену нашего города, да и не только. Серёженька, спасибо тебе огромное. Вот, всё, у Сергея началась тусовка по скайпу. Не будем ему мешать, дорогие друзья. Ещё раз напомню, лидер группы «Френч» Сергей Квашин.